I have ways of blowing things up. Все обратно с кат-сцены, которые я удачно пропустил. Диалог я пролистал точно так же, как в прошлый раз. Мне показалось, я запомнил. Шифта. Оп, так, Ями Март. Очень вкусно. Животику не грустно. Старый добрый Ями. Кстати, это офигенный лозунг. Очень вкусно. Животику не грустно. Strong Pout James. Сверху надпись. Видите, типа, сильные лапки. Еще верхний этаж. Так, полиция. Stay vigilant. CPD. Так, на, там. Это овощи у нас, да? Или что это? Погоди. Если хочешь, то продам. Спросить, чего хотел спросить. Ого, вот это. А, это орешки она. Орешки и овощи, да? Это так, кстати. У нее так и написано. Nuts and veggies. Так, поехали. Плащ. Да. Ухо облезлое, полосатый. Ты помог моему малютке Сиду, да? Это который семки продавал, что ли? Ух ты ж, е, блин. Это было, оказывается, правильное решение. Ага, все ради свободы, свободного рынка. Да, орехи нужно вообще везде продавать. Не верю, что Сид сам до этого дошел. Нет? Это хорошее дело сделал. Надо это запомнить. И даст тебе орешков на халяву. Да? Это все, типа взятка орехами? Орехи за молчание? Эм... Эм... Славная? Люблю халяву. Эм... Смесь высшего качества все для тебя. Но не сейчас, а в следующий раз. Называется бизнес-стратеги. Отлично. Тебе всегда будут рады у НАТО, но не сегодня. В другой раз. Чао, какао, дружок. Эм... Привет, Сиду, чао-какао. Но не сегодня. Но не сегодня. Я не знаю, почему я пошел в эту сторону. Там тоже было интересное. Ха-ха-ха. Бо, который мо. Блин, смотрите, какое там на заднем плане, на соседней улице, скорее всего, этот мирный атом и рабочий. То есть, кот ученый какой-то и крыс рабочий. Блин, так это смотрится. Прикольно. А я могу? Ближе. Дальше. Нет, не могу. Ну-ка. А, теперь ты По. Привет, меня По зовут. Новости не ждут. Бо, то есть, Мо. Я знаю, что это ты. Оговорился. Я По. Я знаю, что я сказал. Мо. Конечно же. Хочешь последний выпуск Вестника Бродяги? Бродяга, разве это не Гастаунское издание? Ну, я не хочу поощрять культурный детерминизм. Не стоит отнимать у народа шанс расширить кругозор. Даже Омзы поправляют. Даже если они живут в естественных жизненных естественных жизненных обстоятельствах. Или же Мо в закромах завалялось. И Фа Цыганщина. Вот это так. Ничего не знаю про Бон, но у меня на продаже есть широкий выбор публикаций на самый изыскинный вкус. Как-то ты хорошо придумал по Бомо. Очень ценю ваше понимание, сэр. Ты же сам это признаешь. Строго между нами. Да, ты же сам это признаешь? Что признаю? Это просто вежливость. Меня матушка Фло так воспитала. Пока Мобопо. Это же явно Мобопо. Я не верю, что они братья-тройняшки. Как-то, не знаю, прям в сторону лишь грусть и натертые ноги. Понятно. Почесали обратно. А вон, смотрите, еще одно изображение на здании. Вон, руки сложенные, такие, как будто семечко выращивают. Прикольно. Вот, внимание к деталям. Ребят, я вам много раз уже говорил, что, типа, хорошие игры отличаются тем, что внимание к деталям. И тут много внимания к деталям. Да, меня иногда подбамбливает насчет управления. Я не знаю, зачем они сделали такую глупость. Вот, но во всем остальном пока что игрушка прям шикарнейшая. Доктор Алиев. Алиев? Really? Так, Габриэла. Давай, кстати, потрящим. Ты у нас кто вообще? Похоже на опоссума. Я занято. Понял, пока. Не потрящим. Она занята. Доктор Алиев. Доктор Уэст-Энда. Великие комбинаторы, хреновые арендаторы. Есть. Есть такое. Блин, это очень четко сказано. Гляньте, простынка такая. Неплохо. Так, управдом. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Там, кстати, чувак за подъездом сцит в углу. Надо будет к нему тоже приколупаться. Ты кто? Я Уоллс, фотограф. Фотограф? В таком-то прикиде? В каком-то таком? Так все фотографы одеваются, потому что я тоже фото... потому что... Ну-ка, а, и кто его спрашивает? Я, я тут главный. Хочешь зайти? Сначала со мной поговори. Мне подскажут, что это не так работает. Не учи ученого. Может, тебе освежиться? Расслабься ты, я не хочу проблем. Я тебе не доверяю. Это потому что я енот? Это потому что я енот? Ну, вы поняли. Нет, потому что ты чужак. Носки твои чужаки. Ты сам не по месту мой одет. Я знаю, как это работает. Я эту работу работаю. Твои носки утверждают обратное. Эй, носки мои не трожь. А теперь я пойду к Беверли. Только попробуй, какое плохое зло той бедной женщине сделает. Слышишь, у нее без тебя проблем хватает. Я за тобой слежу. Слежу, слежу. Честная пионерская. Вообще-то крутые носки, извини. Спасибо. А то вот его пальто есть некий потертый шик. Спасибо, бывай. Нормальный чувак. Так, где этот ссыкун? Блин, я ссыкуна не могу тронуть. Ладно. Туда же мне как... Угу. Рабочий квартал туда принесутся, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Не говори гоп, пока не сделал дроп. Назад уэст-энд подождет. Так. Кар. Лифт. Лифт не работает, скорее всего. Работает! А я уже... Блин, я уверен был, что лифт не работает, потому нажал на него. Блин. Ну, на пятый. Лестница. Я устал. Доеду-ка на лифте. Ой, кстати, логично, что аж некуда. Ну, давайте пошаримся. На пятом. Очень похоже на общественную библиотеку или букшеринг. Может и в своем подъезде такую замутить. Кстати, да, ребят, очень прикольная тема. Я не знаю, у кого-то из вас такое было. Пишите, пожалуйста, делитесь опытом. Просто я однажды жил в доме, где в подъезде был букшеринг. Было, на самом деле, обалденно. Я сейчас об этом вспомнил, и почему-то очень прикольная деталь. Зачем постучать? В куда постучать? Велосипед. Делец этого ржавого велосипеда слишком доверчив, хотя сам велик скорее всего сломан. Угу. Ну ладно, давайте раз мы тут постучим. Надеюсь, это, ну, думаю, там кто-то есть. Ну, кто же нам просто так откроет, правильно? Правильно. Я бы тоже нафиг не открыл бы. Кнопки. Вот. А дайте я на первый этаж обратно вернусь. Тут же было что еще пощупать. Не было? О, камон, игра. Так нельзя. Ладно, тогда в лифт. Тогда на восьмой. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Стремненько тут у вас. Офигеть! Это что за фигня? Э-э, навевает какие болезненные воспоминания. Я не хочу возвращаться к той жизни. Пятна загадочного происхождения. Омерзительные. Надеюсь, никому не приходится на нем спать. Скорее всего, уже нет. У меня даже подозрение, что тот на нем спал уже спит в чем-то очень холодном и под этим холодным. Так, постучать. Погоди. Джонни. Любовь. Так. Люкси. Бин. Проем без двери. Обалденно. Давайте сначала проем пощупаем. Мне кажется, похоже, нужный мне свидетель тут больше не живет. Повезло тебе. Билл. Так, Бин. Кар. Кар. Ты понимаешь? Хорошо. Я ворон. Везет тебе парень. Катись отсюда, дед. Вы не знали кого-нибудь из пропавших девушек? Нет, мы с этими не водимся. Как так? Мы мертвомышинная бригада. Расскажи. Мы самоуправляемое анархо-контракультурное движение. Фигаси, ты это выговорить можешь? Случайно не беременная, а? Куряга. Ладно. Почему такое название? Мы ненавидим мышей. Ну вы же ж... Ну ладно, он ворон. А в чем смысл? Смысла нет, дедуль. Сама жизнь ошибка космического масштаба. Как хорошо, что он так весел в вашем клубе. Майниклуб, валяй отсюда, дед. Ну я пошел. Похоже, там никого нету. Сомнительно, сомнительно. Мог я от них еще получить? Может быть, мог бы. С ними даже диалоги поисчезали. Да, все действия вычерпаны. Давайте еще раз на пятый съездим. Что-то не знаю, мне интуиция подсказывает, что надо. Я почему-то просто подумал, что раз действия исчерпываются и они исчезают. Я все-таки достучался, с третьего раза. Могу чем-то помочь. Беверли Фам, вы мамой Лесли? Причем вы тут вообще Лесли? Я не собираюсь ничего подписывать. Я ваш беспокойный сосед, Уолл из Бротор. Подписывать? Что подписывать? Отказную, да плевать, мое молчание, ни за какие деньги не купишь. Я не прошу, а просто ваш беспокойный сосед. Я вас тут не видел, а что вы так обеспокоены? Моя сестра тоже пропала, кстати, хороший вариант. Просто хотел вас провязать, справиться как это что что случилось с Лесли? А кто она мне такая, чтобы я это узнавал? Дело в том, что на самом деле я честно... Так, моя сестра тоже пропала. Ой, пастырь святой, не так жаль, вы давно в Уэстенде живете? Моя сестра, она да, я переехал в Доки уже очень давно. На самом деле, что давайте вот так вот. Как ее зовут? Она знала мою дочку? Лорн, я пытаюсь как связаться все исчезновения, еще любые зацепки. Милый мой, я понимаю, я тоже хотел сделать больше, но у меня работа и Генри сейчас не самое лучшее время. Так, когда вы последний раз видели? Кажется, так давно это было, с тех пор, как она связалась с той плохой компашкой, я ее вообще просто видеть перестала. Что за компашка? Роуз и эти тусовщицы, извините, вот теперь я опять об этом всем думаю, понимаю, где она познакомилась с Роуз? И я... О, привет. Генри, а ну-ка домой, сейчас же. Да дайте ему сказать. Он ищет Лэнсли? Может, Май что знает? Май? Сейчас же, Генри. Так, у вас еще один? Сами его воспитываете? Да, их отец ушел от нас, когда Генри был еще младенцем. справился с ответственностью. Сказал, что одного ему недостаточно, а потом оставил меня с двумя. Он знает о Лесли. Мы не разговариваем, так что, наверное, нет, пусть сами узнают. На собственной шкуре прочувствует, если с ним он на самом деле насрать. почему он такой? Это вы мне не скажите, чертов мудак. Ничего такого не имел в виду. Не вы, я про бывшего мужа. Берли, кто такая, Мэй? Я больше не могу об этом говорить, извините. Блин, это важно, погодите. Я не хочу чтобы вы снова через это проходили. Я не хочу чтобы вы снова через это проходили. Слушайте, мне и правда пора на работу. Я с вами пройдусь. Просто уходите, не возвращайтесь. Мне жаль, но прошу вас просто оставьте нас в покое. Что-то не так сказал. Удачи во всем. Мне пора. Хорошего дня. Взаимно, Берли. Надо проследить за ней. Найти способ поговорить с Генри Фамом. Мне нужен пацан. Да. Бомбисимо. Дверь. Ну, с двери я сделать ничего не могу. Так, ладно, на восьмой. Никаких действий не появилось. Странно, немножечко. Мне надо подождать. Если она реально свалит на работу, то я могу потом прийти. скорее всего, не откроет мне дерь, но мы можем хотя бы через дверь пообщаться, мне кажется. пятый. Ну-ка, ну-ка. Блин, я прокликал. Я, черт побери, прокликал. Ладно, поехали на первый. Потом, может быть, стоп-кадрес могу прочитать, когда буду редактировать. Я не думал, что это так сработало. Ладно, поехали на первый. О, нет. Не бойтесь, я не обижу. Вы вниз? А, спасибо. Я тоже вниз. Ясно. Не торопится он, да? Работает вроде. Надежный? Со всех пятнадцати лет, что я здесь ни разу не ломался. Отсюда ему живется лучше, чем мне. Дома вперед. Погоди-ка, поверли, что он работает. Это значит, что Генри один дома. Да, 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 я про тоже. Давай, чувак. Пятый этаж, поехали. А, так ты даже дверь мне открыл. Ты что, дурак, что ли, совсем, пацан? Эм, здрасте. Эй, Генри, я снова, это снова я, детектив, который считал Эсли. Здрасте, вообще, на детективы не похожи, ни капельки. Мне все утверждают, что я похож на кого угодно, только, ладно. Твоя мама, значит, на работу ушла. Как же, кто-то с тобой присматривается? Погоди, давайте разовьем тему. Как должен выглядеть детектив? Все намного круче и страшнее. Ну, хотя бы не страшно. Кстати, ты без мамы тут нормально справляешься? Я могу о себе позаботиться. Мне кажется, такой большой мальчик может ответить на пару вопросов. Мама не разрешает, не говори с незнакомцами. Если не расскажешь мне все, что знаешь про Лесли, может... Что, знаешь, Лесли может никогда не вернуться домой. Я про Лесли поговорить, я хочу и помочь. Вот, давай так. Я с ней... С ней в порядке? Вы правда можете ее найти? Если честно, Генри, то я сам пока... Так, буду с тобой честен, парень, это мало... Так. Обещаю сделать все, что в моих силах. Да, да. Ладно, только маме не говорите. Почему он не хочет об этом говорить? Не знаю, она всегда сердится, когда я спрашиваю. Ты там хотел что-то сказать, да? Мама всегда говорила, Лесли сама... Сама себе кровать застелила. Я... Я тоже сам застилаю. Как бы ты ее описал? Она добрая, веселая и... Девчачья, но я на нее не сержусь. Она сделала что-то плохое. Нет, но иногда она была очень грустной, когда там и приходила... Не сказал почему. Нет, она просто ест свои таблетки, а потом снова ходит радостно. Таблетки. Ладно, кто такая Май? Подруга Лесли Май. Хорошо ее знаешь? Она мне всегда конфет приносила. Какие? Маленькие розовые шипучки. Так. Май... Мягкие облачка. Не, такие я пробовал. Какой был вкус? Кислый или сладкий? Наверное, кислый. Они такие длинные в полосочку. Такие круглые, с пупырками. Как завитушки? Да, завитки, завитушки. А, ты про пыш-пышки? Ага, пыш-пышки у вас есть? Не, она тайно раскрыта. Молодец. Хе-хе, ура! Едри, мы отошли от темы. Какое у Май полное имя? Май Лаудер. Но лучше бы я с ней... Лучше бы я жил с ней. Ты сам ей это говорил? Хе-хе, не, стыдно. А теперь ты в курсе, почему у меня никого нет. А Лесли знала, что тебе нравится Май? Май намного круче. Она никогда не кричала на меня из-за того, что мы бедные. А, Генри, я бы тебя усыновил сейчас. Ты вообще ничего не виноват, чел. Надеюсь? Нет, я не хочу быть плохим. Не знаешь, где она живет? С этим ее странным братом Вонючкой, Самсоном. Вонючкой? Может, Злючкой? Хе-хе, Злючка-Вонючка, вот он кто. Злючка-Вонючка, это как? Да, он просто какашка. Он иногда приходил, стучался и забирал Май, ну, домой. Ты знаешь, где они живут? Адрес не знаю, но это прямо за ямой. Ох ты, это близко. Там красная дверь. Ты меня на здесь настроение поднял. Это, если встретите, Мэй, хочу попросил их зайти. Ага, только не говори, что я спрашивал. Посмотришь, получится, дружок. Пойду лучше мистера Мякиша проверю. Мистер... Кто? Мистер Мякиш, мой плюшевый мишка. Точно, хорошенько о друге заботитесь. Хорошенько друг о друга заботитесь, Генри. Пацан, вообще огонь просто. Так, Лесли Фам дружила с некой Майлаудер. Она живет рядом, знаете, так, поехали. Ходу, ходу, ходу. Да, да, как же... Пожалуйста, перестань. Я не знаю, я, наверное, до конца игры это буду путать. Это просто трындец. Кто такой придумал? Кто тот гений? Кто-то решил, что разные кнопки нужны для всего этого и что Escape не выходит? Я же говорю, отдельный привет Fallout'у, но Fallout'у это еще та группа извращенцев. Вот. Так, красная дверь. Это была красная дверь. Ну-ка, ты еще не занята? Все еще занято. Давай, до свидания. Что, что, что? Рэн, еще звоните? Ранэ. Вон, красная дверь. Самсон Лаудер. А, я понял, почему вонючка. Они скунцы. А, я просто... Это неплохо, это неплохо. Кто такой, что тебе нужно? Это Самсон? Зависит от того, кто спрашивает. Лаудер, журналист, ведущий расследование. Пресса, грязный паразит. Я с тобой говорить не буду, я пришел поговорить с Май. Май дома нет. Когда он вернется? Да за кого ты вообще меня держишь, а? За брата Май. Знаешь, что, если фан? Тише. Тише. У стены могут пройти уши. Входи, входи. Там поговорим. Фигасе, как он поменялся. Может, поговорим снаружи? Нет. Ладно. Я бы не хотел к скунсу входить. Выкладывай и не вздумай звездить. Или что? Или я разозлюсь. Ты не хочешь, чтобы я уже был злой? Поверь. Просто поверится моя быстро. Чего? Зачем она тебе? Говори. Фан пропала, они дружили. У тебя теория есть? У тебя должна быть теория, и она должна быть хорошая. Я с дилетантами не работаю. Спас, то, что значит, не работаешь. Май пропала. Пропала. Вот ты и протрындился. Чего? Блин, смотрите, какие постеры на стене. Я только сейчас заметил. Так ты поможешь мне ее отыскать, или будешь меня всякую фигню вталкивать? Мне жаль. Мне твоя жалость не сдалась от своей гребаной теории. Расскажи. Я думаю, их убили. Фиг ли? Май бы никогда не попалась. Ты сам ее искал? Я искал. Сходил в... Ой, блин, зачем ты сходил в байт? Хотя, с другой стороны, чем еще слово сделать? Май работала в байте? Значит, ты нифига не знаешь, да? Что ты там нашел? Только то, что Клариса Бладфорд, бессердечная тварь. Май тебе много... Май тебе немного рассказывала? Май ее уважала. Знаешь, ты знаешь, Разве не ясно? Она под защитой. Ты же про обезьян? Да, да, все так. Обезьяны, понятно. Слыхала у нас обезьяны спит. например... Давай так, про обезьяну. Вижу, ты знаешь намного больше, чем я предполагал. Тогда это и про теневой альянс в курсе. Так, завелась машина. Обезьяны управляют всем с помощью своего тайного кровавого теневого альянса. Но это же секрет, известный на весь свет, что задумал альянс. Тотальный контроль всех аспектов нашей жизни. Правительство лишь прикрытие. Ночью они надевают кроваво-красные балахоны и устраивают каннибальские пиршества. Это древний орден. Я бы сказал, что чувак сторонник, знаете, теории заговора, но, черт побери, в этот раз все очень сильно сходится. Как ты во всем этом узнал? Не перебивай. Ты, наверное, думаешь, что альянс был основан исключительно обезьянами? Похоже, альянс самим собой им не подходил. Ну, альянс был заключен с медведями, а самой влиятельной семьей из них был Бладвард. Так они теперь называются. Отсюда и кровавые. Ну, типа Блад, да. Хочешь сказать, Клариса помогла основать общество красных балахонов? Почему ты клонишь? Так вот, Клариса из древнего рода любителей обезьян. Она таких любит, что даже и, 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 и с ними. Да, да, да. Правда он какой? Лина Вендерболт. Кто она такая? Троюродная племянница премьера, ты прикинь? Не знал, что Кларису любит такое. Она за ёбками бегает. Да, ей все сходит с рук. Обезьянникам не позволяет вставлять ей палки в колеса. Давай лучше вернусь к Май. Хорошо, только быстро. Если ты будешь тут слишком долго, они могут что-то подозрить. Пересчезновение Май между вами двумя ничем не произошло. Погоди, сколько она проработала в байте? Пара месяцев. Окажется, что целую вечность. Кем она работала? По официантке сначала, потом через пару месяцев ее повысили. Как? Мне она не рассказывала, просто сказала, что работала наверху. Она изменилась после повышения? Голову стала держать выше, да, остается мне у нее хорошо получалось. Перед исчезновением с вами что-то случалось? Так, на что ты намекаешь, урод? Ссоры, эмоциональные потрясения. Между нами? Нет, мы друг за друга горой. Вы родня, да, но не каждой семье царит мир и покой. Может, с подругами проблемы с парнями? Мы с ней о них не разговаривали. Ну как, была одна девочка Май за ней беспокоилась, вот и все. Лесли? Нет, не эта тварь. Ту, похоже, звали Роуз. Роуз. Май и ее знала? Девочки тут друг за другом корой. Почти все сначала на заводе работали, пока в тот гадюшник не устроились. Про Роуз нас просил узнать мамашей. Мы тогда в клубе ничего не узнали. Мне кажется, что я провтыкал по бочку, но опять нас вернули к Роуз. Может, девушки с завода что-то знают? Поверь, я пытался. Ни фига они не сказали. Были близкие друзья? Я парочку знал, в основном на заводе работали, пока все в байт не устроились. С Лесли Фом дружили? Поверить не могу, что она на самом деле дружила с этой шалавой. Нельзя так прожить. Спокойно. Почему она тебе так не нравилась? Лесли плохо влияла на Май. Тебе только поэтому она не нравилась? Она влюбилась, влюбила в меня себя, ясно, чтобы стать ближе к Май, поссорить нас с ней. Сработало? А, ну я так и не понял ее план, даже того, как мы с Май, даже до того, как мы с Май повздорили. И ты ей прям точно не нравился? Лесли любила только внимание и деньги. Знала о твоих чувствах к Лесли? Не знаю, может она догадывалась, я просто переживаю, вдруг из-за этого ты как-то обидел Лесли? Нет, но иногда жалею, что ничего не сделал, когда она была рядом и чувствовала себя живым. Мне жаль, спасибо, что поделась. Просто пообещай, если узнаешь, что произошло, расскажи мне. Какая она по характеру? Она чистая душа, добрая и храбрая, она борец, и, можно сказать, с жизнью обязан. Сколько ей было? И 19. Не говори так, будто ее уже нет. Мудак. Были близки? Росли вместе, родители умерли. Рано. Она когда-нибудь принимала наркотики? Нет, ей для счастья такого дерьма не было надо. Она была сильной. Уверен, что все еще сильная. самая сильная. Я вот, кстати, ребят, кофеточку на фоне попиваю, так что, надеюсь, у вас тоже есть какой-нибудь напиток. Вообще, знаете, смотреть видюшки без напитка это неправильно. Пойдите и приготовьте себе что-нибудь, если этого до сих пор не сделали. Не против, если я осмотрюсь? Да, да, конечно, ничего не трогай и а не то я тебя прикончу. Не буду. Меч на постам, не тяну-ка. Ого, да это же меч героя. Наверное. Фотография. Должно быть, это Май Лаудер. Май Роуз Лесли. Какая милая ящерка. На чиле, на расслабоне. Что ты делаешь, придурочный? Я только что понял, почему ты здесь. Они тебя подослали. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. О-о-о-о. Это сам по себе никто меня не подсылал. Назовись. Мне нужно имя. Уолл из Бротор. Что? Ты в показаниях не путаешься. Она все еще ничего не доказывает. Я просто хочу найти Май. Ты о тебе пропавшей девушке сказал. Моя ммм. Моя напарница рынка. О-о-о. Давай так. Как удобно. Ты забыл до этого ее упомянуть. Она писательница и эта идея была. Нет, она мне просто помогает. Ты ей доверяешь? Откуда ты вообще знаешь, что она не двойной агент? Чем вообще за мной следить? Ты не впетриваешь. Ты просто бестолковая шестеренка теневой машине власти. Мужик, жизнь не тяну. Не смей, со мной так разговаривай. Ты ничего не знаешь. Ты прав. Но нам лучше работать сообща. А ну рот закрой ты мне тут не указ. Мы бы хотим одного и то же, Самсон. Пожалуй, ты можешь служить пенс-службу. Именно. Именно работать вместе на общее благо. Верно-верно. Нам нужно быть предельно осторожными, но пора бы поспешить. Я в отличие от тебя не сцикло. Ну и какой план? Давай разделимся, будем друг другу помогать. Выждем подходящий момент, я дам тебе полезную зацепку. Спасибо, буду благодарен. Вот тоже правильный настрой. Ладно, первая девочка, которая пропала. Роуз? Роуз Клеменко, сдается, мне она это все заварила. Иди с ее мамой поговори. А кто ее мать? Ты идиот, но тебе повезло, что ко мне зашел. Ее Флоренс зовут, бешеная бабища. Как нее найти? Мне, блин, откуда знать? Походи, поспрашивай. Расслабься, у меня все под контролем. Я спокойно, чудесно поболтали, а теперь болею отсюда. Ушел. Вот это психопатина. Вот это психопатина. Нет, ну, у него реально проблемы с головой. Огромнейшие, прям здоровенные. Но то, что он казался полезным, да, спасибо. все еще знает. Я еще Флоренс Клименко, блин. Молодцом. Так держать. Ты знаешь, возможно, не знаешь, где я могу найти. С чего мне тебе что-то рассказывать? расследую исчезновение. Может, они просто не хотят, чтобы их нашли. Пропали твои ровесницы, блин, тебе не страшно? Давайте гнать дальше про сестру. Мне кажется, первая пропала именно... Так, давай вот это вот. Гонишь, ты не местный. Знаешь дочь Флоренс Роуз? Не, угребанной пиявки не было, друзья, одни прихлебатели. Слышал о байте? А, видать, тебя я правда прижал, раз туда намылился. Но мы туда не ногой, мистер. Это типа девочки с завода? Я в отчаянии. Так, погоди, тебе должно быть очень тяжело, мне жаль. Я... Давайте так, так. Не хочу, чтобы еще кто пробовал, я могу помочь. Фига, лысого ты поможешь, но если обидишь Флоренс, я тебя заживо освежу. Я снил? Понимаю, я бы за любимых тоже убил. Она на заводе, как всегда, но не говори, что я тебя послала. Как не туда попасть? Вниз по переулку, тут рядом, не пропустишь. Спасибо. Прикиньте, а это оказалось полезным. вниз по переулку. Погодите, а пацану я могу рассказать, а надо ли ему рассказывать? Это случайно не ее портреты есть, что она пропала? Она же скунс, да? Да, пацану про такое рассказывать не надо. Но на самом деле это было бы неправильно. может эти, которые не мыши, мне еще что-нибудь расскажут? Нет. Тогда давайте не, давай сюда, первый этаж. Хочу ли я звонить РН? наверное, нет. Это выход вниз по переулку. Мне туда пешие лети и... О, погодите. Apes Guide us. Приматы ведут нас. Посмотрите, обалденный рисунок. Ну-ка. Давайте еще немножечко тут пошаримся, а вдруг что-нибудь интересненькое будет. Вниз по переулку. Оп, это сюда. Пойти на завод. Да, это плохая идея. Ребят, никогда не ходите на завод. Охранник спит на работе, прошло, ну и будет легко, нужно найти в Флоренсе. Там работник лучше не попадаться. А как? А, я понял как. я не могу пройти. я не понял, что я сейчас сделал и как я это сделал. Че-то честно не понял. Почтем вместе. Валим дальше. Флоренсе. Оу. Ищейка байтовская. Что ты тут забыл? это может показать странным, я честный детектив. Я охрану позову, если ты не объяснишься, я хочу узнать, что случилось. Я тогда не сказал вам, что я детектив. возможно, Роуз пропал, но она могла оставить зацепки. И че, думаешь, я не искала, только этим занималась? Не расскажете о ней, сейчас важна любая деталь. Ты тогда хорошенько ко мне отнесся, я уже прорылась в ее вещах, все расспросила, все напрасно. Как давно она пропала? 20 дней, слышишь, мне работа, пора, начальник смены вот-вот придет. Где вы живете? Я могу зайти позже поговорить? Сырые многоэтажки через дорогу пятый дом. Хочу Розе в комнате порыскать? Это было бы очень помогло. Черт, ладно. Можем незаметно слинять, пока начальник смены не пришел. Пойдем к пожарному ходу быстро. Что, сейчас? Ладно. Фига себе, с одной стороны, мне надо работать с начальником, с другой стороны, а, ну мы можем быстро слинять. Тогда я лучше осмотрюсь. Ладно, дай знать, если помощь нужна. Хорошо, тогда приступлю. А, вот мне расскажете о Роуз. Моя малышка была такой милой, сильной, всегда мамочке заботилась, хотела, чтобы у меня все было хорошо, но... Продолжайте. Фигня. Сейчас мне время что-то скрывать. Она меня уважала, но не хотела пойти по моим ступам. Если бы лучше старалась, возможно, возможно... возможно, бесполезно, забудьте. Мы с ней мало разговаривали, знаешь, как бывает, на работе устану, а она не хочет докучать. Не стоило бы вам все рассказать. Я же говорила, что еще не поздно, но я по ее глазам видел, не верит она мне. Начала где-то еще? Не, только у подружек. Мы не шиковали, но ее комната особенная. Она называла ее Творец Грез. Умела она так завернуть. Спасибо, я приступлю. Ладно, просто потом поставь все на свои места. Я не хочу разводить бардак в комнате моей малышки. Конечно. Кухня. Все это добавлю знакомый. Если включу свет, то познакомимся с местной тараканиной семьей. Не хочу. Так. Комната Роуз, поехали. Тут намного уютнее, чем в остальной квартире. Кажется, будто бы Роуз не пропадал, и вот-вот придет домой. Бедная Флоренс. Там ворон, блин, йопараса там. Терминал. Добро пожаловать Роуз, введите пароль. I'm Clarissa. Пароль неверный. Осталось для попытки. Не помню пароль. Процессор в основе пароля запущен. Ответь на следующие вопросы, чтобы подтвердить вашу личность. Вопрос номер один. Любимый цветок. Нужно смотреться. Вот-вот-вот, не будем торопиться. Так, плакаты. Манки Бойз модненько. Кашкальери, она крутая, настоящая королева. Каракатицы, блин, мы с Ларри под них тогда вообще... В общаке отрывались, их были времена. Птица. Птица. Там в соседнем доме еще две вороны на крыше. Сельминал. Можно у мамки спросить, кстати. Гобелин. Пустая печальная ваза. Погодите. Ой, я вкурил. А большой желтый цветок с колючки. Выглядит как дешевый элемент декора из супермаркета. Ну, выглядит как роза, да? Белые лепестки, маленькое желтое сердце. Надеюсь, рисовал ребенок. Панэ. Маленькие сердцевидные листья умылось из сайта загружка. Довольно грустная картина, могу понять. Душ. Забыт всеми. Давно уже в порядок не приводили. Напоминает мне о детстве. Она тут не купается, она на работе купается. Флоренс. Вы знаете, правильный терминал Роуз? Не, я тут никогда не лазил. Я даже не знаю, как всем этим приспособили пользоваться. Да вдруг, я бы там что-то увидела. Какое? Такое. Что-то, из чего я бы не поняла. Я совсем не знаю. Тут возможно смогу найти важные улики. Если бы она хотела оставить записку, она бы ее оставила. На холодильнике прилепила еще куда. Вы не знаете ответ на контрольные вопросы? Контрольные вопросы? Не знаю, не видел. Какой любимый цветок? Не, у нее было 7 пятниц на неделе. За ее хотелками только поспевай. Хорошо разберусь. Но я предположу все-таки, что роза. Она же все-таки Роуз и розовый. Неверно. Попробовать снова. Вот раздика. Лилия. Я не знаю. Я не знаю, какой у нее любимый цветок. И я не могу попасть к ней, обыскать комнату роза на предмет улик. Знаете, как... все, рост, на ней пароль запущен. Нет, есть еще вопросы. Ну так, у меня осталось только, как нужно осмотреться. Ну, это же, как бы, вот, ну, вот, вообще, книги о цветах, почему я этого раньше не нашел-то? Значение цветов, справочник духовной ботаники для начинающих, просмотреть про белый цветок. Маргаритка многолетняя, распространенный вид маргариток семейства островы, самый известный представитель своего порода. Продолжить чтение. Этому виду присущ феномен фототропизма, когда цветки растений двигаются над солнцем. Продолжить чтение. О-о-о, погодите, это будет сложно. Маргаритка издревле ассоциировалась с солнцем из-за особенности полностью закрывать бутоны наступления темноты. Их научное название происходит от слова «белус», «прекрасный». На маргаритках также часто гадают о любви, обрывая лепестки по одному. Желтый. Роза. Общее название видов и сортов представителей рода шиповник семейства розовые виды могут варьироваться от самых маленьких домашних цветов до ползущих сортов, способных вырастать до 70 метров в высоту. Колючки розы обычно имеют серповидную форму, что помогает цепляться за другие растения, перерастая их. Вот этого я, кстати, не знал. Вот это интересно. Розы также известны как «великие огненные цветы» по причине активного упоминания в мифе о сотворении мира. Про желтый, про белый. Растения в форме сердца. Бадан сердцевидный, сердцевидный, цветковые растения семейства аруидные. Продолжение чтения. В частях растения в различной концентрации может содержать щавели фоксильный кальций. Фигаси, ты вы говоришь. Растения известны тем, что оказывают наркотический эффект на грызунов. На кролик. Продолжить. Бадан сердцевидный известен так же, как клюбовный цветок из-за уникальной формы его листьев. Про белый, про... Поставить на него... Желтый. Ну, вроде все. Поставить на место... С ней даже поговорить не могу. У нас же в ванной вот этот вот... Этот сердцелистный... Наркотическое воздействие на грызунов. Погодите, это все же сходится, да? Ну-ка. Бадан. Попробовать снова. Маргаритка. Любимая группа. Манки Боис. Пешкальери. Вопрос номер три. Имя домашнего любимца. Нужно осмотреться. Как ворона зовут? Может, у него же и спросить? Погоди. Как тебя зовут? Роуз. Роуз. Кар. Нет, я говорю, как тебя... Ее тут нет. Как она тебя назвала? Скучаешь по ней, да? Чирик. Роуз. Красавица. Имя. Аж только разговариваешь с пичкой резко. Ты выворачиваешься и говоришь. Имя. Мне очень жаль. Стараюсь как могу. Я бы мог найти ее. Знаю твое имя. Игнус. Кар. Игнус. Клюй в глаза. С вами приятно работать, Игнус. Наверное, это ее домашний любимец. Игнус. С возвращением, Роуз. Поехали. Ага. Так, школа. Перед. Иногда внутри меня кровь, а потом снаружи. Я могу ее смыть. Но сегодня воды в ванне нет. Ей меня не наполнить. Плечи вода не омоет. Под коленей и бедра сижу молчаливо и жду. И дышу, впуская в легкий воздух. Она состоит из конвертов пустых алкоголя и слез. Между ними сквозит пустота. Я другие. В процессе. Сегодня четверг. Я устала быть храброй от того, как мой голос дрожит, когда я говорю, не подумав. Раньше я пел у себя в голове, но театр переполнен. И публика вечно сменяется. Например, ни одно мне лицо встретилось... Ни одно мне лицо встретилось дважды. Ладно. Забыть будет легче, поэтому помню мелодию, но ни слова. Лесли открылась внезапно, кстати. После. Хочешь супа? Не очень. Лучше сразу попробовать главные блюда. Для воображения полезно, утверждает доктор. Как тогда после нарезки? Помола, прожевывание и приговаривание. Плоть вновь говорит. Словая есть, есть, есть. Отлично. Лесли, люблю тебя. Фига себе. Меня захватило это новое многогранное чувство, и оно тянет меня во все стороны. Раньше внутри меня была всепоглощающая пустота, и она ждала, когда ее наполнит нечто большее. Эта дыра засасывала все, и не было из нее спасения. Она просто была и не было в ней желания. Лишь зияющее ничто и бессмысленный шум бытия. А затем, словно гром средь ясного неба, ко мне снова пришла любовь. И заполнила меня всю безостатком. То, что было мной, теперь ищет для себя новую цель. Новые горизонты, новые механизмы. Справиться с этим миром. Хорошо. Потому что, знаете, есть справляться о ком-то и справиться с кем-то. Есть два значения. Я вот... Сначала изобретать новые слова, придумывать способы взаимодействия с миром. Расстающиеся у меня на глазах глаза, чтобы до этого были слепы. Теперь я знаю, я скоро ослеп, ну нафиг это читать. Мы говорили о будущем, что оно невозможно, но я нашла способ. Начальница знает о нас с тобой и сказала, что хочет помочь таким, как мы. За стеной есть жизнь. Я хочу прожить эту жизнь с тобой. Дай знать. Я останусь с тобой вне зависимости от твоего решения. Работа там есть плюс, но я не могу это никак открыть. Спасибо, игра. А, могу. Клиенты. Ох ты ж, ёпперс это. Молодчик внутренней охраны. Бастер Карпентер. Ага, официальный титул. Был представитель вип-персоны по связям с общественностью. Хорошие виски. Манкибаз всё время пытается девушек лопать. Постоянно хвастается теми, кого охраняют. В основном это политики среднего звена, занимающиеся тем, что тем, чем им заниматься не следует. Отличный источник чаевых. Не расстраивает. Фредерик Мюнлер. Бухгалтер. Мерзкий бухгалтер. Почти не говорит. Не докучает девушкам напрямую, но пялится. Его никто не любит. К счастью, ему много не надо. Вырубается после пары стаканов. Говорил, что ведёт бухгалтерию обезьян, в том числе министра науки. Кстати. Также вскользь упомянул, что в курсе бухгалтерии Байта. Надеюсь, однажды он расслабится настолько, что расскажет побольше. Уоррен Вульф в чёрном списке. Сори деньгами. Вульф это случайно не тот парень, которого мы увидели в гостинице тогда на входе. Сори деньгами как бумага. Семья из Наукограда на информации с него, как с хозла молока. Скорее всего, вообще ничего не знает. Ревнивый мудак. Вышел из себя и распустил руки. Пострадала пара девушек и посетителей. Начальница вышвырнула её за шкирку и сказала, что если тот вернётся, у неё есть на него право. По делу. Гай Сильверс, шеф полиции. Много говорит о внутренней службе безопасности. В том числе жалуется, что министр науки держит его за яйца. Его постоянно несёт, но всегда не по делу. Любит, чтобы с ним сусюкались. Попросила Джину разузнать детали о его отношениях с министром науки. Просто артефакт. Что ещё за фигня? Даг Роджерс. Министр науки. Аккуратный, уважает девушек. Бьёт умеренно. Скрытный. Выходит только через запасной выход в переулок. Общается только с Лесли. Начальница прямо... Прямое доверительное лицо. С ним больше никому нельзя разговаривать. Кажется, хорошо знает нашу начальницу. Лесли не любит о нём рассказывать. Лесли проговорилась и один раз упомянула проект Артефакт. И больше не Гугу. Надо копнуть глубже. Брюс Верт. Ох, там ещё и команды. Ладно, хорошо. Министр транспорта. Сдержанный на публике. Громкий и грубый с девушками. Две любовницы, которых он скрывает от жены. Хвастается близким рабочим отношением с министром науки. Но в клубе, конечно, никогда с ним не встречается. Пьёт только сладкий вина. Никакого пива или виски. Очень явно избегает делиться подробностями своей работы. Но у Лесли, возможно, получится что-нибудь из него вытащить. Лесли была у нас ещё та. В общем, да. Нам про неё правду сказали. Так. Иэн Макферрик. Адвокат. Засматривается на Джину. Женат. Есть дети. Манкибат поглощает, что чай пьёт. Безобиден. Для адвоката. Так что Джина ему подходит. У него своя фирма. Ведёт дела почти исключительно. Обезьян других высоких чинов города. Заходят вместе с Вертом и с Толксом. Эдди Хан. В Наукограде точно происходит что-то занимательное. Нужно рассказать Рене. Глава биохимической лаборатории Наукограда. Кстати, это тот, кто нам нужен. Семьянин. Любит напиться и плакать у девушек на плече. Похоже, до ужаса боится министра науки. Начальница сказала, чтобы мы его радовали. Видела, как она лично с ним говорила, когда думала, что рядом больше никого нет. Он выглядит подавленным. Упомянул проект артефакта. При малышке Дженни. Второй раз уже про него говорят. Должно быть. Работает над ним с министром. Короче, я вот это всё ни черта не запомню. Но меня радует, что это всё останется на запись. Я потом, если что, смогу перечитать. Надеюсь, что... Да. Так. Джон Стоук с казначей. Невыносимо пафосный. Вечно ему мороженое холодное и вода жидкая. Но постоянно заказывает одно и то же. Все его терпеть не могут, но он разбрасывается чаевыми направо и налево. Деньги совершенно точно не его. Пару раз приходил с Мюллером. Просил им приватную комнату. Пытались подслушать, но мало что уловил. Много спорили. Роуз. Так. Это они сами. Команда мечты. Дрим Тим. Ну да. Это я. Сердитая девица. Большие ягодицы. Надо запомнить эту поговорку. Малышка Джина. Терпеливая с мужчинами. Возможно, даже слишком. Продает много наркотиков. Ещё не поняла, как мне это выходит. Чувствительная. Лучше не давать ей скандалистов. На заводе не работала. Переехала в Уэст-Энд недавно. Заметки для найма. Милая девушка, но не самая умная. Юная, миниатюрная. Хороший дополнение к вашему списку. Лесли Фа. Девушка с завода. Близкая подруга Май Лаудер. Живёт с матерью и младшим братом местная. Заметки для найма. Умная. Быстро впишется в коллектив. Если нанять её вместе с Май, красивая. Когда она выходит в комнату, кажется, будто лет пришло. Говорят, она и с девушками не прочь. Май Лаудер. Девушка с завода. Близкая подруга Лесли. Тихоня. Заметки для найма. Ей нужно пройти инструктаж. Как обращаться с клиентами. Красотка. Брать же её жуткий... Брать же её жуткий собственник. Нужно предупредить вышибалу, чтобы тот его не впускал. Ну, проскунца. Так, операция. А у Рос была своя система. Значит, со всем этим стояла не только Клариса. У меня сейчас голова треснет. Давай почитаем. Команда. Молодые симпатичные девушки, которые умеют развязывать мужичинам языки. Начать с заводских. Потом прочесать есть Уэст-Энд. Платить хорошие деньги. Никакого секса. Просто разговоры. Флирт и отчётность лично мне. Инфа. У начальницы есть доступ к Манкибату. Он развязывает языки. Смешивает 50 на 50 с хайпом. Чтобы вызвать привыкание. 75 на 25 после формирования зависимости. Чтобы они заговорили девушкам ни за что не давать. Источник. Источники. Создаем эксклюзивный закрытый VIP бренд для привлечения толстосумов. Гарантируем постоянный доступ к полюбившимся девушкам за достойную плату. Обязательный личный отчёт мне после каждой сессии с гостем. Смертники. Начальница посылает нам кандидатов. Подобрать пару специально обычных девушек. Чтобы подсаживали их. И узнавали будут ли их искать в случае пропажи. Подсаживали. Ну да. Прописать полную инструкцию. Если кандидат полностью подходит всем требованиям. Приглашать его в комнату номер 2. С картиной. И звать СУЗ. Это похоже где их убивают. Хорошо. Снупи Снупер кстати. Ачивочка приехала. Но как ради точно происходит что-то занимательное. Нужно рассказать. Рене. Имя контакта. Део. Встреча под мостом. 5 числа. 12 дня. Она проведёт всё. На застену. Пароль. Цветок маргаритки. Фига себе. Ну я считаю что я всё. Тут. Разнюхал. До свидания. Офигеть просто. Хоть что-то узнали? Хоть каплю. Роуз узнала то чего ей знать не следовало. Что узнала? Что? Что-то опасное? Всё сложно. Что? Что ты узнал про мою дочурку? Ваша дочь была амбициозной и чуткой девушкой и вела учёт плохих парней. У неё был компромат просто куча. Всегда говорила ей смотреть в оба умница. Это думаешь она всё ещё жива? Я бы сказал что шансов мало. Чё? Почему ты так говоришь? Если я учусь всё что я уже нарыл самое простое объяснение будет правдой. А в этом деле начинаешь узнавать признаки. Какие знаки? Хватит нести всякую чушь. Что-то не сходится. Продолжу поиск. Хочу бы сказать что-нибудь конкретное. Знаю как тяжело. Так, так. Она полагрязь на сильных мерах всего. Если бы кто-то... Кто-то об этом... Так. Давайте так. Я продолжу поиски. Ах, Роузи. Во что ты окаянная вляпалась? Прости, мамочка. Не смогла тебя защитить. Вещай, если что-то разведу, это вам знать. Ну-ну. Ну-ну. Keep the hope alive. Чувочка приехала. Держи. Надежду живой, блин. А Роуз мёртвой. Надежду живой, а Роуз мёртвой. Чёрт побери. Серия сегодня просто зверски затянулась. Это было очень интересно. Я не хотел это разрывать. Ах, блин. Я не хотел это разрывать на этом. У нас ещё разговор с Рене. Давайте разговор с Рене мы перенесём уже на следующую серию. Там сохранение прошло. Я думаю, меня здесь загрузит. Поэтому пока что будем прощаться. Пишите всё, что вы думаете в комментах. Тут прям интересные вещи разворачиваются. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok